это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 27 мая в лонг-кайленде это нью-йорк ушел из жизни на девяностом году художник-концептуалист илья кабаков он был самым успешным современным российским художником в частности его работа жук была продана на аукционе почти за 6 миллионов долларов это рекорд для художника с подсоветского пространства правда многими кабаков воспринимался и назывался чуть ли не как художник американский ведь он уехал из россии 2008 году и после чего не поддерживал контакта с родиной при этом украинцы тоже пытаются сделать его своим илья иосифович родился в днепропетровске в 1933 ну а работу жук уже названную мной это тоже деталь сюжета вячеслав кантор покупал как работу еврейского мастера но при всем этом конечно в реальности илья кабаков был художником родившимся в ссср и оттуда ментально вышедшим на своем сретенском чердаке он препарировал советскую эстетику одним из первых деконструировав советские мифы и концептуально пересобрав их позднее но уже в литературе это сделают два главных писателя 90-х виктор пелевин и владимир сорокин ну в частности классический пример здесь текст пелевина омон ран он перерабатывал советский миф о космосе и как бы шаржировал советский героический эпос кабаков вышедший из ссср и по сути его как бы отвергший по итогу конечно же со своим обаянием со своим талантом идеально соответствовал диктату концептуализма в искусстве диктату подмявшему под себя 20 или вот собственно об этом я и хотел бы поговорить сегодня о том как рождается современное искусство что это такое в принципе чему она служит как форматирует общество как рождает нового человека уничтожающего человека внутреннего человека традиции ну для начала важно сказать что вот современное искусство и культура сформировали свою роль после первой мировой войны вот в нынешнем виде ну тогда нужно было завоевывать подчинять массы и вот на роль ловцов душ и умов назначили писателей художников а позднее режиссер то есть с 20-х годов прошлого века искусство культура превратилась в часть агитации пропаганды впервые до этого додумались и всерьез это реализовали советском союзе ну к примеру там кинематограф 20-х годов это поле экспериментов а уже тридцатые по чутким руководством сталина фильмы окончательно превратились в идеологическую историю ну скажем так от броненосца потемкина к чапаеву таков путь при этом именно сталин официально оформил людей творческих на государеву то есть так появились вот союзы кинематографистов художников писателей так далее до этого ничего подобного не было а тут люди творческие стали получать от государства материальные блага ну и соответственно они тоже должны были приносить так сказать в ответ пользу этому государству то есть коммунизму требовались галашатая такие агитаторы нового мира но ими стали писатели художники композиторы режиссер а вот после второй мировой войны ситуация крутанулась изменилась началась война культуру это важный термин война культур то есть в сша сообразили что коммунизму нужно как-то противостоять причем не только военными но и прежде всего культурными методами а следовательно идеологически и вот тогда точка сборки современного искусства постепенно стала перемещаться из европы в нью-йорк вообще тогда уже тогда стало обязательным для художника чтобы он как-то принадлежал к большому яблоку то есть либо жил там либо творил либо ну хотя бы выставлялся вот кабаков тоже кстати умер нью-йорке и фактически именно тогда разными методами нью-йорк стал столицей современного искусства он отобрал пальму первенства у французского парижа для этого были потрачены огромные деньги и были приложены огромные усилия два своего рода такая производственная история то есть современное искусство она создавалась практически как взращивался франкенштейн в лабораториях специальных мозговых американских центрах над этим работали лучше ученые креативщики аналитики и так далее после чего спустя время был запущен маховик продвижения вот этого продукта этого современного искусства конечно же основную роль здесь играли сми медиа ну а на верхушке этой пирамиды современного искусства верховодили коллекционеры с миллиардными состояниями их вместе с медиа с теми же обслуживали арт-критики кураторы галеристы ну и конечно важную роль играли так называемые некоммерческие организации нко ну не коммерческие но на деле они финансировались как правило из сша ну а художник вот что поразительно художник занимал в этой иерархии самую нижнюю ступень по факту от него требовалось лишь одно соответствовать повестке ну а начиналась экспансия современного искусства с передвижных выставок которые экспортировались из нью-йорка в европу на тот момент еще сохранявших статус хранительницы высокой культуры позднее в различных городах европейских появились центры музеи галереи современного искусства они играли не только может быть и не столько культурную роль сколько политическую такие центры влияние то есть была выстроена совершенная система своего рода фабрика конвейер искусства как и завещал собственно энди орхо и механизм продвижения арт-объекта по сути ничем не отличался от вывода на рынок ну там соответствующих товаров вроде айфона например то есть сам предмет искусства стал товар и он больше не воспитывал не задавал там определенную систему координат не нес себе эстетику нет важен стал лишь его номинал денежный эквивалент деньги в искусстве начали делать деньги и весьма успешно достаточно сказать что арт рынок по сути стал в один ряд с финансовым и сырьевым рынками при этом в отличие от них он довольно успешно пережил кризис 2008 года цены взлетели в двухтысячных из тех пор продолжают расти при этом мы должны понимать что речь идет не только о классических работах вроде там полотен ван гога или да винчи нет речь идет о том самом современном искусстве один пример картина без названия жанна мишеля баски была продана за 110 миллионов долларов и это друзья далеко не предел в общем как говорил все тот же энди орхоу хороший бизнес лучшее искусство да все действительно определяет теперь в искусстве только цена все в соответствии с заветами миссии современного искусства марселя дюшана ну а я напомню что он считал можно превратить любой бытовой предмет предмет искусства но собственно он этим и занимался так называемые его ready-made напомню что вообще современное искусство берет отчет от работы того же дюшана названный фонтан в реальности это писсуар с автографом и даты теперь собственно о том как продвигать вот такое современное искусство для этого нужны три компонента во первых скандал как например все с тем же баски во вторых кич тут хороший пример работы джона каррена такие полупорнографические ну и наконец третий важный элемент это гигантомания как у наверное наиболее успешного современного художника джеффа кунса насчет гигантомании мужа говорили в прошлой программе это свойства человека толпы то что пишет хосе артега и гассет восстание масс страсть человека толпы там гигантизму в архитектуре искусстве и так далее вот тут появляется это очень важное понятие человек толпы и современное искусство концептуальное искусство она заигрывает с этим человеком она потворствует его самым ну скажем так низменным инстинктом и прежде всего его дурному вкусу то есть современное искусство играет на тщеславие человека толпы что я имею ввиду ну как говорил все тот же бард все мнения становятся одинаково важными все зависит исключительно от смотрящего и только он вот этот смотрящий а по факту покупатель определяет цену на предмет искусства ну не удивительно что самой дорогой работой становится такой вот арт-объект кролик того же джеффа кунсу продано за 91 миллион долларов так что это друзья чтобы наблюдаем неужели это та самая долгожданная свобода самовыражения та самая свобода творчества когда все определяет зритель но нет же конечно не будем такими наивными ведь еще урал в 1948 году писал свобода это рабство действительно вкус потребителя он не является продуктом собственных воззрений и порывов этого потребителя нет конечно же он навязан матрицей которая программирует его различными администрациями и команды ну прежде всего через массовую культуру конечно и вот в этой матрице собственно предполагается только один вид искусства вот то самое современное концептуально какова его роль какова его задача прежде всего уничтожить традицию соответственно человека традиции то есть выбить из-под человека и общества почву в принципе заменить как я уже говорил человека внутреннего человеком внешним то есть человеком цивилизации модерна и пост модерн для чего это необходимо опять же все просто это позволит этого человека превратить покорного потребителя в раба в электорат потому что концептуальное искусство она во-первых служит политическим задачам решает политические задачи во вторых она как бы изначально в сути своей не предполагает никакого многообразия вот поэтому ну концептуальное искусство прежде всего продвигалась сыру это факты и соответствующие документы архивы продвигалась ну конечно как главный инструмент в холодной войне между ссср и сша и по факту ну так маленькая ремарка коммунизм был обречен уже в 1975 тогда вот были подписаны соответствующие хельсинские соглашения где все эти тезисы о правах человека и так далее ну а в девяносто первом ссср кончил жизнь самоубийством и концептуальное искусство стало частью той самой мягкой сил сейчас такое простое довольно грубое резюме то есть смотрите одних людей форматирует массовая культура а других людей ну тех что вроде как бы по умнее современное искусство но на самом деле и первое и второе это по сути одно и то же это щупальца одного осьминога это инструмент одной и той же матрицы которая соответственно внедряет пропагандирует глобализацию и мульти культурализм по сути это такой себе плавильный котел который убивает любую идентичность который исключает любое многообразие единственная крупная страна которая противится этому обезличиванию сегодня это китай до китай заигрывает с концептуализмом проводит там выставки скупает арт-объекты но при этом он довольно мудро довольно эффективно пытается сохранить и развивать национальное традиционное искусство ну а что россия друзья ну на самом деле очень трудно бросить вызов западу или вот как у нас любят говорить однополярному миру оставаясь в ментальном интеллектуальном и том самом культурном рабстве ну на что к примеру у нас даются гранты даются и давались что пропагандируются какое искусство заполонила города все эти арт-инсталляции так далее по факту это все то что столь долго форматировала нас по факту это все то что уже привело нас катастрофе вывод тут будет только один вот говорят что и сво активизировала военно-промышленный комплекс так говорят но вот хорошо бы чтобы сво активизировала еще и сферу культуры и искусства хорошо бы в принципе провести там свою специальную операцию и прежде всего вспомнить о традиции о нашей традиции возможно вспомнить в ее современном прочтении ведь когда говорят о свободе все любят говорить о свободе мы должны помнить что есть только одна единственная подлинная свобода это свобода созвучия многообразия созвучия разных традиций существующих вместе это была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя своих близких и помните что жизнь только подражает искусству и литературе в частности удачи вам мира любви и терпения а